На этом этапе, на этом уровне, самый низкий уровень генетики, самый стартовый, возникает одна проблема. Гену мы не можем. А вот фены можем? Да. Можем. Задача генетики – это воссоздание гена под феной типом. Узнать, какая программа, исследовав то, что проявлено. Смотрим, какие сложности на этом пути. Есть такое зрение, есть такое зрение. Никаких проблем в этом. А какая еще третья комбинация возможна? А большая комбинация? Гетерозигот. Фенотипическая, рецессивная гомозигота отличима от остальных. А вот доминантная гомозигота и гетерозигота отличима? Никак не отличима. Внешне они абсолютно одинаковые, вот эти парочки. Так что если мы работаем с фенами, то нам надо разработать какой-то метод, позволивающий отличать вот этих от этих. Но скрестить. Ага, ага, задача. Допустим, не удалось вам никуда поступить с первого захода после школы и пошли в лаборантство и биологическое управление. А ваш шеф собирается получить мобилевскую френеру. Вот, вот, совсем собирается. Ему для этого нам последний эксперимент провести. Для этого ему нужна чистая линия черных мышей. Вот, совершенно, чтобы быть удверенным, что чистая линия черных мышей. При этом мы знаем, что у мышей черная окраска доминирует над белой. То есть, А большое – черный, А малое – белый. И шеф вам говорит, давайте езжайте в Виваре, отбирайте материал, и, пожалуйста, чтобы через два месяца у меня была чистая линия черных мышей. В Виваре есть мыши черные, белые, зеленые, пятнистые, любые. Но вам нужна чистая линия черных. Подумайте. Да, чем два месяца? Два месяца – это время рождения потомства. Беременность. А сколько мышек от нас там? Что? Сколько штук меньше. Ну, там до десятка. А, то есть, там не один, там, кто же хотел, два. Спасибо. Рождение одного детеныша – редчайший случай. Чреват, по-моему, тем, что вы не будете. Вымиранием чреват. Мы с вами настолько ненормальные звери, что это же трудно это представить. То, что существует у человека, считать за нормой для живого существа, мягко говоря, не стоит. Вам надо через два месяца получить чистую линию. Мыши не носят на себе транспаранты, ягл, мазигота. И эти пены. Итак, взрослый организм всегда записывается парномалии. Ну, потому что у него есть папа и мама. Потому что ставить значок скрещивания между гаметами, да, занятия без перспективы. Какие вообще наши варианты возможны? Есть работа с одними черными. Возможно, вот так, в принципе, они тоже все черные. Результат скрещивания во втором случае и во всех остальных будут схудными или нет? Нет. Нет. В данном случае у вас три к одному. И если какая-то пара мышей черных по цвету товара щеплетит, вот такое сразу можно выбрасывать. Ясно, что они где-то живут. Вопрос, а будут ли отличаться результаты вот этого скрещивания? Первое и третье совершенно не отличаются. Вот при таком скрещивании он был. А вот что же вот. Какого цвета? Черный. Какого цвета? Черного. Черного. Ну и что? Ничего. Еще раз. А потом вот эти четыре будут делать. И что, они тоже сегодня черные? А, нет. Мы можем отличить два и третьегорца. Если вот эти два, где-то третьегорца, тогда один из них будет. У вас совершенно запросто, поскольку мышей много, вы пытаетесь идти по дороге, исключающей скрещивание. Дорога непродуктивная, потому что вы в этой массе не одно ветерок таких. Нижняя никак не вредна. И самое главное, Алина, сколько поколений вы не вели, у вас все равно не будет полной уверенности, стопроцентно. Что это? Да, с высокой вероятностью танка-музи-борка. Можно ли полностью исключить, поэтому нельзя. Нельзя. Неподходящая для нас процедура. А мы делаем другую штуку. Мы берем в Виварии не только черных, про которых ничего не понятно, но и про один вариант мышей все понятно с самого начала. Про белые. Про белые. Если он белый, то он обязательно какой? Он схватывает. А он вот такой обязательно. Это сильный обе. А дальше прям в одно поколение что делаем? Берем всех черных и скрещиваем всех белых. Черные могут быть одинакового типа или двух разных? Двух разных. В первый случай вот такой черный, скрещиваем с белым. Второй случай вот такой черный, скрещиваем с белым. Вопрос. Какие потомки будут в первом случае? Белые. Белые. Я говорю, что мы говорим один к одному. Один к одному. Потомство решит соотношение один к одному. Понятно почему или нет? Смотрим. Это какой? Черный. Черный. Вот это какой? Черный. Вот это какой? Белый. Вот это? Белый. Белый. Потомство разделилось один к одному. Этот черный нам подходит? Нет. Не подходит. А вот при таком скрещивании? Все будут только черные. Все будут только черные. Потому что все будут такие. А вот такие какого цвета? Черные. Черные. Вот такое скрещивание в генетике называется анализирующее скрещивание. Оно позволяет в одно поколение, в один закон, точно отделить доминантный гомозигот от гетерозигот. Для этого надо просто рецессивное гомозиготкое отнепреживание. Так? И никаких многочисленных поколений здесь не надо. Идейка весна.